В семье Баран все складывается хорошо. Этот эпизод ознаменовался раскрытием тайны тети Ульфет и тем, что произошло потом. Он покидает вечеринку после того, как приходит Сидев и запугивает его. Фикрет идет за ним и называет свое имя и номер телефона. Когда женщина уходит, Гюнеш преследует ее и запугивает. Затем Сидев отправляет Фикрету сообщение, давай встретимся. Фикрет извиняется и уходит ночью. На следующее утро он звонит Фаруку и сообщает ему, что произошло что-то очень важное. Он объяснил, что Адам и тетя Ульфет сотрудничали, и секрет, который хранили тетя Ульфет и Сидев. Сюрея узнала тайну тети Ульфет о ее ребенке, была очень впечатлена и опечалена этим и рассказала ее Фаруку. Пока она была замужем, тетя Ульфет 15 лет лечилась, чтобы родить ребенка и только когда забеременела, узнала, что муж ей изменяет. Когда она пошла противостоять этому мужчине, он плохо обошелся с Ульфет на глазах у ее возлюбленного. Тетя Ульфет тоже пошла, сделала аборт и развелась. Тогда она почувствовала огромное сожаление о том, что не родила ребенка и годами заполнила детскую комнату всевозможными детскими вещами. Фарук также рассказал Сюрея это, что он узнал. Адам и Хала и Ульфет сотрудничали с самого начала. Что еще более важно, Сидев была любовницей мужа Ульфет, и они вместе убили мужчину. Женщина не только сотрудничала с тетей, но и годами шантажировала ее и вымогала значительную сумму денег. Сюрея тоже была шокирована, когда услышала это. Фарук пошел поговорить с тетей Ульфет и рассказал ей все, что знал. Женщина замерла, мы не будем вас шантажировать, мы не будем этим пользоваться. Он сказал, я просто хочу, чтобы вы еще раз подумали об этом земельном деле, и я хочу, чтобы эта игра закончилась. Фарук и Сюрея пошли встречать Эмира по его возвращению из лагеря. Мальчик пришел со своей девушкой и познакомил ее с ними. Эти сцены были очень забавными. Сюрея, она выросла и уменьшилась, сказал он о девочке. Пока они всей семьей ели и смеялись за столом, пришла тетя Ульфет и рассказала о новом коммерческом предприятии, сказав, что ей нужна эта земля для этого бизнеса и она хочет выкупить их права. Они были так удивлены, так счастливы. Фарук и Сюрея рассказали, что произошло. Эсма и Ульфет амбициозны, злобны и так далее, но они не могут этого сделать. Он сказал, что это был несчастный случай, а затем забеспокоился и сказал, мы собираемся оставить эту женщину одну. Поскольку Гарип знал значение особняка для Эмы, он отправился к Адаму и предложил ему продажу особняка. Адам не принял. Тетушка Ульфет больше впечатлила то, что Фарук ее не ненавидел. И она сказала, если бы ты вела себя плохо, я бы подумала, что права, я бы не сказала, что все было напрасно. Адам продолжает приходить в себя на терапии. В течение многих лет я злилась на самого недостойного мужчину. Теперь я чувствую себя на месте сестры, сказала она. Он объяснил свое беспокойство и печаль тем, что его ребенка не будет в этом доме. Он и терапевт говорили о том, что он не считает особняк своим домом. Где бы ты хотел быть прямо сейчас, спросил терапевт. Я хотел бы быть со своим ребенком в моем тихом доме, сказал он. Он рассказал, что очень зол на Делару за то, что она спрятала от него ребенка. Адам думает, что Делара ведет себя как ее мать и держит ее подальше от отца. Терапевт пытался показать ему, что он направил свой гнев на Делару, потому что думал, что не может злиться на нее, потому что его мать умерла. Эсма пошла и столкнулась с Ульфетом. Он сказал, что понимает его, не осуждает и хотел бы знать, через что ему пришлось пройти. Ульфет, с другой стороны, заявил, что, по его мнению, такое понимание должно было его раздавить. Эсма попыталась объяснить, что это не так. Адам, пришедший на обследование вместе с Деларой, был очень взволнован. Когда он услышал сердцебиение своего ребенка, он очень расчувствовался и заплакал. Делара тоже была очень эмоциональной, но держалась на расстоянии от Адама. Часть земли, принадлежавшей баранам, была продана Хале Ульфет. Сразу после этого Юльфет провел пресс-конференцию и выступил по телевидению. Она сказала, что стала причиной смерти своего мужа много лет назад. «Когда я пошла поговорить с мужем, который мне изменял, мы поругались, произошла драка, он упал и умер. Поэтому я убежала и сообщила полиции, что мой муж пропал», сказала она. Прощаясь, он сказал, что передал свою компанию юношу. Эсма, Фарук, Сурея и другие, все замерли, слушая признание Ульфет. «Адам позвонил Эсме, мы взяли замок, мы проиграли войну», сказал он. Он описал себя как растерянного человека, потерявшегося в своей цели. «Даже если я скажу, что сожалею, что потащил тебя за собой, это напрасно. По крайней мере, прими это», сказал он и вручил ключ Эсме. «Это не подарок, с Фаруком разберемся позже», сказал он и ушел. Эсма сначала удивилась, не могла в это поверить, потом очень обрадовалась. Когда все тайны раскрываются и все узлы разгадываются один за другим в одной серии, задаешься вопросом, близок ли финал. Он не может не думать. С другой стороны, мы не можем этого исключать, поскольку рейтинги хорошие. Посмотрим, посмотрим, что будет. Сидев оставляет свой след в праздничную ночь. Братья Фарук и Фекрет с женами и детьми принимают приглашение Гарипа на завтрак, хотя и не хотят. Госпожа Эсма идет вперед и начинает приготовление. Фарук находит оправдание и вырывается из напряженной обстановки, в которой ему скучно. Они берут Яза, звонят Акифу и встречаются. Фарук спрашивает Акифа, что произошло между ним и Фекретом. Он говорит ей, что не хочет, чтобы она ему рассказывала, потому что это создает проблемы на работе. Акиф начинает подозревать постоянные переписки своей жены. Санем переписывается с Гюнеш, которому она не может сказать, он часто отправляет Акифа подальше от дома, он также действует вне своей повседневной рутины. Акиф следует за своей женой через программу на ее телефоне. Он находит двоих с Гюнишем. Когда Санем объясняет, что Гюнеш это Азими и Сидев, Акиф все понимает и рассказывает Фекрету. Когда Акиф встречает Фарука, он сбивает детей с толку, потому что его мысли сосредоточены на Санем. По пути Фарук даже не взглянул на ребенка. Когда он приходит в дом Гарипа, Сюрея замечает его и паникует. Другая семья, чей ребенок в замешательстве, часами ждет в магазине и плачет. Адвокат Дилары звонит и сообщает ей, что Адам подает апелляцию на развод. Таким образом, их развод был аннулирован. Тем временем Адам купил в особняке детскую комнату, оно установлено. Когда Дилара идет в особняк, чтобы поспорить с Адамом, она видит, что он узнал о ребенке и приготовил там комнату. Когда Ульфет не пришел на работу, Гюнеш сказал с любопытством и беспокойством, он приходит в дом женщины. Ульфет выходит из запертой комнаты, находится в плачевном состоянии. После 15 лет лечения она прервала ребенка, которым была беременна. С того дня он хранит вещи, купленные для дочери, запертыми в этой комнате. Солнце, когда он узнает, что сидев в очередной раз шантажирует Ульфет, он встречается с ней. Он дает небольшую сумму денег и говорит, что они больше не будут подчиняться его шантажу. Адам узнает, что Дилара живет с Османом и идет к двери, но Осман дает ему хорошие ответы и увольняет человека. Сурея просит Фарука пригласить Гариб Бея на ужин с другими братьями в обмен на то, что он не скажет Язу, что потерял ее в будущем. Фарук беспомощно соглашается. Во время вечеринки по случаю 30-летия Ла Костум Ульфет теряет сознание на лестнице квартиры.